Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии. Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном жизни Тобольской региона на этот час. Максим Афанасьев избран главой Тюмени. Выборы состоялись сегодня на заседании Тюменской городской думы. На голосование, которое было закрытым, кандидатуру Максима Афанасьева поддержал 31 депутат из 32. Кандидатами на пост главы, помимо Максима Афанасьева, были представитель ЛДПР Максим Далматов, представитель коммунистов России Динар Абукин и замначальника главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер. Предыдущий глава областной столицы Руслан Кухарук в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского округа. Поддержал вновь избранного главу Тюмени и губернатор Александр Мор. Спасибо, Александр Ильич, за доверие. Я не подведу. Буду стараться на благо нашего города, на благо региона. Добрый вечер. Напомним, что Максим Афанасьев с 2019 года являлся главой Тобольска. Месяц назад был избран на второй срок. В должность главы Тюмени он вступит с 1 июля. В своем телеграм-канале Максим Викторович отметил, что в день города Тобольска будет с табыликами. Мы прошли вместе много трудностей. Побудем вместе еще и в праздники. Табылики и гости города возложили цветы к памятнику воеводе Даниле Чулкову. Мероприятие посвятили 437-й годовщине Тобольска. Памятник основателю города воеводе Даниле Чулкову установлен в 2022 году. Данила Григорьевич в 1587 году заложил ладейный острог на месте слияния Иртыша и Тобола на Троицком мысу. И нарек будущий город Тоболеском. Он же придумал и герб. Так начиналась история будущего стольного Сибирского града. Сам же Чулков остался воеводой во вновь основанном им городе, где кроме обычных построек острого построил две церкви. Скульптурная композиция расположена у подножья Никольского взвоза, символичного места слияния истории и современности. В церемонии возложения приняли участие руководство города, почетные жители Тобольска, представители учреждения и организации, а также гости города. Честование основателя города может стать хорошей Тобольской традицией. Тобольск готовится отметить свой день рождения. Накануне праздника честуют тех горожан, кто приумножает славу древней столицы Сибири. Тоболеки отмечены памятными знаками, благодарственными письмами. Фронтовику Августу и Шимцеву вручили свидетельство о присвоении звания почетный гражданин Тобольска. На торжественном событии побывали наши корреспонденты. Слава и Тобольск, и похоже на судьбу и мечту. Любимому Тобольску исполняется 437 лет. Традиционно в преддверии праздника чествуют жители города, тех, кто вносит вклад в его развитие и процветание. Фронтовику Августу и Шимцеву присвоено звание почетного гражданина города, участнику Великой Отечественной войны 97 лет. Он бодр, полон сил и до сих пор принимает участие в патриотическом воспитании молодежи. Тоболокам желаю мирного неба на земле, чтобы были всегда счастливы и довольны в своей жизни. Он почетный гражданин Тобольска. Это надолго запомнят и наши внуки, и дети, и вообще все граждане Тобольска. Это вообще здорово. Благодарственными письмами администрации Тобольска награждены многодетные семьи. Грушанины воспитывают 17 детей, из них 12 приемных. Самому младшему ребенку 2 года. В прошлом году Грушанины стали лауреатами третьей степени в одной из номинаций регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Дружно мы отдыхаем, поем песни, танцуем, отмечаем дни рождения. Лепка пельменей у нас была, мы любим этим заниматься и стараемся делать это все вместе, потому что у нас семья большая, одному не справиться, поэтому дружно. Я люблю свою семью, я люблю, когда мы вместе общаемся, и люблю проводить это время, и люблю, когда мы всей семьей купаемся. От лечившихся таболиков наградили памятным знаком за заслуги перед городом. Его был удостоен хирург Игорь Амелин. Потомственный врач совершает тихий подвиг более 20 лет. Он заведует отделением гнойной хирургии, в котором каждый год проходит лечение около 2000 пациентов. Внедряются новые виды операций. Мы применяем специальные шивающие аппараты для реконструктивных операций на кишечники. Что для Тобольска, я думаю, это очень большое дело, поскольку это уровень областных больниц и центральных городов. 2024 год в Тобольске посвящен выдающемуся земляку, ученому с мировым именем Дмитрию Менделееву. Великий химик стал первым почетным гражданином города. В этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. Дмитрий Иванович очень любил свою малую родину, город Тобольск. Он переживал за его развитие и всегда говорил, что именно в Тобольске должно появиться нефтехимическое производство. И то, что мы видим сегодня, это свидетельство опять, что именно люди делают историю своего города своими руками. Тобольск развивается стремительно. Строятся социальные объекты, появляются новые общественные пространства, проходят масштабные фестивали. Вместе таболики ежедневно улучшают свой город. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. В состав общественной палаты Тобольска вошли еще два горожанина. Вопросы в обновлении состава был рассмотрен на очередном заседании. Единогласно отданы голоса за кандидатов. Это председатель отцовского клуба гимназии имени Лицмана Павел Канников и предприниматель Игорь Валий Мухаммедов. Оба таболика принимают активное участие в общественной жизни города. В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. Членам общественной палаты города Тобольска доведена информация о проведении работ по созданию площади почетных граждан города и района. Также об рельефах, отображающих историю Тобольска и Тобольского района. Следующим вопросом рассмотрен доклад о реализации молодежной политики в городе Тобольске с участием членов общественной палаты. Современный сквер скоро появится в седьмом микрорайоне. И не так давно таболики выбирали, каким быть новым общественным пространством. И вот уже там кипит работа. Как преобразиться сквера выпускников узнала Анастасия Терехова. Начало скверу несколько лет назад положили выпускники городских школ, начав высаживать деревца. В честь них территория и получила название. Деревья прибавлялись, сквер рос и стало понятным, что территории требуется благоустройство. Здесь в первую очередь благодаря жителям было, так скажем, активизировано наша жизнь на территории этого микрорайона. Здесь у нас строилась горка, снежный городок, проводились мероприятия. И еще до того, как сквер появился в том виде, в котором мы сейчас его понимаем, в границах, жители показывали своей активностью, что эта территория, она действительно нужна микрорайону, нужна городу. Сквер выпускников проходит через седьмой микрорайон от улицы Полонского до Комсомольского проспекта. К нему примыкает гимназия, школа номер 7, спорткомплекс «Молодость» и несколько многоквартирных домов. Поэтому здесь всегда оживленно. Работа по благоустройству начата в прошлом году. Сейчас активно идет второй этап, получивший финансирование по федеральной программе «Комфортная городская среда». По второму этапу у нас планы также 15%, на сегодняшний день выполнены на 29%, тоже с опережением в два раза. Надеюсь, что мы закончим благоустройство сквера выпускников гораздо раньше, чем у нас по графику производства работы. Площадь сквера почти 20 тысяч квадратных метров. Не меньше половины территории отдано под озеленение. Пройдет через сквер и велодорожка. Проехать на двухколесном транспорте можно будет от Уватского тракта до проспекта Менделеева. Пожалуй, главной фишкой сквера выпускников станет памптрек для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Площадь этого памптрека у нас составляет порядка 180 квадратных метров. В городе нет такого памптрека. И, соответственно, строят его профессионалы. Приехали с Питера. И на сегодняшний день, если брать процентом исполнения, ну, порядка 70% уже устройства памптрека выполнены. На аллеях установят скамейки и популярные в городе диван качели. На радость жители микрорайона обустроят и пять парковок, где можно будет разместить 154 автомобиля. Во всех близлежащих микрорайонах такого большого участка озелененной территории нет. И во современных трендах урбанистики появление такого зеленого ядра в центре микрорайона – это абсолютно здорово. Срок завершения работ – 1 ноября. Однако взятый строителями темп позволяет надеяться на более быстрый ввод сквера в эксплуатацию. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. До главного гастрономического события года в Тобольском районе осталось меньше месяца. 20 июля здесь пройдет уже ставший традиционным фестиваль «Сибирский Буарсак». В этом году он вошел в событийный календарь Тюменской области и уверенно становится брендом Тобольского района. Фестиваль пройдет 20 июля в спортивно-оздоровительном комплексе «Сибиряк». Начало мероприятия запланировано на 12 часов дня. Зрителей ждут увлекательные мастер-классы, концертные выступления, тематические игры и развлечения для всей семьи. В прошлом году мероприятие посетили около 6 тысяч человек. В самом конкурсе по выпечке самого большого Буарсака участвовали 18 команд. Кулинары установили новый рекорд. Победный Буарсак получился размером 76 на 36 сантиметров. И в этот раз участники смогут посоревноваться в приготовлении блюда гигантского размера, а гости мероприятия отведать вкусное мучное изделие. Для выпускников Тобольского района пройдет масштабный бал Зори над Иртышом. Яркое событие состоится на территории Абалакской школы. В нем примут участие более 200 человек, из них 87 выпускники. После торжественной части на сцену выйдут творческие коллективы Тобольска, ансамбль «Зазеркалье», кавер-группа «Февраль» и диджей-мульт, которые обещают порадовать всех присутствующих зажигательной музыкой. И, конечно, состоится традиционный вальс. Выпускники прошлых лет записывают видеоприглашения на праздник. Я в прошлом году там находился, и хочу сказать, что это было сногсшибательно. Это было великолепно. И фуршет, и концерт, и вид на Иртыш, все было замечательно. Приходите обязательно на площадку возле школы 28 июня в 6 часов вечера. Забота о природе города. В Тобольске подвели итоги проекта «Тысяча деревьев за три года». Он является частью программы «Тобольск. Настоящий», которая реализуется правительством области, администрацией города и компанией «Сибур». Какие виды были высажены, как ухаживают за ними специалисты, кто участвует в озеленении территории, расскажем в сюжете. Яблони, рябины, липы, сирень, ели и кедры деревьев. В городе это не просто красиво. Зелень защищает людей от дорожной пыли, делает воздух чище, а улицы уютнее. В рамках проекта «Тысяча деревьев в Тобольске» с 2021 по 2023 их было высажено более 3000. У нас по статистике не прижилось из 33 114 деревьев 89 штук. Но это не засохли, а именно повредили триммером. Может быть, собака погрызла. Человек просто прошел, сломал его. Техника проехала еще, сломала. И это меньше 1%, где-то мы считаем 1%. Это очень хороший результат. Процент приживаемости очень высок. Все дело в том, что в задачи подрядчика входит и постоянный уход за зеленым насаждением. В весенний период, когда только уже снег стаивает, мы вносим удобрения азотные для того, чтобы зеленую массу наращало растение. Потому что у него начинает набухать почка и нужно, чтобы лист быстрее выбросил. Ну и после этого, когда уже земля оттаяла, мы влагозарядку очень сильную даем, чтобы отливаем дерево, чтобы он получил наибольшее количество воды. За последние годы город сильно позеленел. Деревья и кустарники обрамляют и главные улицы, и тропинки внутри микрорайонов. Большие магистрали. Это вот, смотрите, проспект Меделеева, допустим. Видовой состав подобран. Ива шаровидная, ива белая. Уже имеет такой эффект. Сначала люди удивлялись, зачем это планируются ивы. И так, ив много в городе. Нет, это не та ива. Это ива шаровидная. Она напоминает горы. Улица Дняемышева у нас за два года она одета в зеленый каркас. Преобразилась и роща Журавского, и сквер семьи любви и верности, и аптекарский сад, и многие другие. В дендрологии считается, что черемуха является оберегом леса. Почему? Потому что там, где растет черемуха, многие насекомые просто не могут поразить другие деревья. Она поэтому считается оберегом. В этом году мы в план мероприятий посадки деревьев включили высадку черемухи Нилбиендой. У нее декоративность листа особая. У нее красный, багровый такой лист. Проект «Тысяча деревьев» – это часть программы «Тобольск настоящий». Которая реализуется правительством области, администрацией города и компанией «Сибур». В акции активно участвуют жители города, коллективы и семьи. Ведь одна из целей зеленой инициативы – воспитание экологической культуры в обществе. Организаторы призывают всех табаляков присоединяться к этой работе. И, конечно, заботиться о природе своего края. Анастасия Плюснина, Рустам Брузеев, «Тобольское время». Далее прогноз погоды. Смотрите нас в телевизионном эфире и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи! 28 июня в Тюмени – плюс 18, в Сургуте – плюс 23, в Нижневартовске и Казани – плюс 24, в Санкт-Петербурге – плюс 30, в Москве – плюс 29. В Тобольске небольшой дождь. Утром – плюс 18, днем – плюс 18-19, ночью – плюс 16, ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова